Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео хотелось бы поговорить о такой неочевидной вещи, как искусство программировать, а именно искусство программировать для андроид разработчика. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия. Если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе «Андроид разработчик» за 3 месяца. На этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет 2 разработанных мобильных приложения и 2 отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс «Андроид разработчик» за 3 месяца. Я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Итак, вот вы, допустим, закончили какие-то курсы или научились применением определенных технологий. Вы делали свои небольшие проекты, которые были просто для проверки данной технологии. То есть это не конкретное целое мобильное приложение, а применение какой-то конкретной технологии. Вот вы садитесь писать свое будущее мобильное приложение, то есть какой-то реальный проект, который захотите потом монетизировать. И вы знаете, что, допустим, у вас здесь будут данные храниться глобальные на базе данных в MySQL. Будете на сервере, да, будете эти данные получать через сервера, через библиотеку Retrofit. При получении, при загрузке приложения вы будете мигрировать эти данные в базу данных на устройстве SQLite и работать с этой базой данных на устройстве через библиотеку Room. То есть вы понимаете, что для внешнего вида вы будете использовать Material Design. Все очень часто будете использовать RecyclerView. Ну, в общем, вам понятны технологии, которые вы будете использовать. Вы подключаете все необходимые библиотеки и начинаете накидывать экраны, да, как вы видите это все, ну, макеты накидали там. И тут вы приступаете к первой сложности. Вам нужно реализовать какой-то несложный функционал. И вы знаете, как его реализовывать, но как только вы начинаете писать код для реального проекта, у вас ступор. Вы не понимаете, что вам и как делать. Это проблема отсутствия умения программировать. С ней сталкиваются абсолютно все. В основном ее не удастся решить с посторонней помощью. Она решается только с опытом и набиванием шишек. Но все же ее можно решить, как бы облегчить со сторонней помощью. Тут нужно развивать свое умение мыслить как программист, просчитывать весь функционал, который вам нужно реализовывать, и применять метод нескольких мелких подходов с расширением вашего влияния на функционал. То есть, как бы, вам нужно какой-то реализовать функционал. Вы сначала реализуете маленькую часть этого функционала. Он начинает работать. Потом присоединяйте еще больше функционал. И обычно в момент этого присоединения нового функционала к тому, что вы написали уже, очень часто 70% того, что вы написали, приходится переписывать. Это идеально. Да, много лишних его движений, но это идеальный вариант, как это можно сделать. Пока у вас нет большого опыта, то это самый лучший вариант, как это можно сделать. То есть, вам нужно начать менять навыки программирования. Давайте посмотрим пример барбершопа. Например, вам нужно создать мобильное приложение для барбершопа и реализовать функционал записи к определенному сотруднику в определенный день и в определенное время. Что вам нужно сделать? Вам нужно, например, человека переводить на экран. То есть, это обычный переход на другой экран. После того, как пользователь перешел на этот экран, вам нужно отобразить дату для записи. То есть, по умолчанию вы даете, допустим, сегодняшнюю дату. Как это происходит под капотом? То есть, у вас есть некий функционал, написанный на сервере, в котором содержатся определенные дни. В этих днях содержится, это все в таблице базы данных, допустим, на сегодняшний день содержится время, время, часовые рамки, в которых работает этот барбершоп. И у каждого времени есть, допустим, связь с другой таблицей, допустим, со списком сотрудников, которые работают. И, соответственно, у этих сотрудников указано, занято это время или нет. То есть, по факту, вам нужно получить, во-первых, сегодняшний день. То есть, в своем мобильном приложении, с помощью стандартов Android, вы получаете сегодняшний день, сегодняшнюю дату. Отправляете запрос с сегодняшней датой на сервер. В итоге вам отдается сервера время, которое сегодня вообще есть, как бы свободно еще у всех сотрудников. То есть, время, которое еще свободно у всех сотрудников. Отдается список времени. И отдается пользователю. Пользователь выбирает определенное время. На сервер опять улетает информация с тем, какое время вам необходимо. И сервера возвращается список сотрудников, у которых еще свободно на данное время. Вы выбираете сотрудника, после чего записываетесь. И на сервер улетает информация о том, что вот на эту дату этого сотрудника, на это время нужно записаться. И вы становитесь записанным на это время. И время, конечно, это уже будет недоступно для всех других, которые хотят записаться. Ну, помимо этого, можно, допустим, реализовать и другой функционал. Допустим, мы выбираем сотрудника, к которому мы часто ходим, к нашему барберу. И уходит запрос на сервер, в котором мы хотим получить даты, когда у этого барбера еще свободно. Нам возвращаются даты, когда у него свободно. Мы, допустим, выбираем завтрашний день. На сервер отправляется запрос. Верни мне свободное время у этого барбера. То есть, название, ну, ID-шник барбера уходит. Также уходит запрос дату. То есть, мы отправляем индивидуальный идентификатор барбера, то есть, сотрудника, от которого нужно получить свободное время. Мы отправляем дату, с которой нужно получить свободное время. И в ответ нам возвращается свободное время. Мы выбираем время, отправляем, опять же, также запрос на сервер. Мы записываемся на определенное время, но при этом это время уже недоступно для других пользователей. Это умение работать все-таки с сервером. На своем курсе Android-разработчик я этому обучаю на, если я не ошибаюсь, на шестой неделе. То есть, это второй месяц, шестая неделя. И так вы можете этот функционал реализовать по-разному. И по выбору первоначально. То есть, тут опять же, тут же по факту трехступенчатая система. Выбираем дату, выбираем время, выбираем исполнителя. Кто вам будет оказывать услугу. Либо выбираем исполнителя, выбираем дату, выбираем время. Можем сделать функционал выбора времени. По времени показывать, какой день у этого барбера на это время есть свободные места. То есть, тут функционал. И этот функционал нужно съедать по частям. То есть, сначала мы реализуем первую часть. Мы реализуем функционал по запросу, допустим, даты. Вторая часть функционала, дата возвращается. Третья часть функционала, мы выбираем определенное время. Четвертая часть функционала, получаем после отправки времени. Мы получаем четвертую часть функционала, список барберов, которые свободны в это время. И после этого мы выбираем пятую часть функционала, мы выбираем время. Шестая часть функционала, мы отправляем запрос. То есть, по факту, обычный формат записи мы разбили на шесть функционалов, которые нужно реализовывать. И я вас уверяю, вы каждый раз, когда будете этот функционал писать, что в том, что вы уже написали, вы будете делать некие корректировки. Это, в принципе, нормально. Это и есть то самое искусство программировать, когда вы разрабатываете общие, скажем, алгоритмы по выполнению этого функционала. Вы представляете, как это должно происходить, прописываете на бумаге или в электронном формате, как и зачем у вас будет происходить, и потом поэтапно реализуете. И в тот момент, когда вы будете реализовывать, вы начнете разбираться в искусстве программировать. Вы будете понимать, как строить вашу программу, как строить ваш функционал, и вы будете очень сильно расти. Пока вы будете играться в Android-разработчика, делать какие-то учебные задачки, вы расти не будете. Как только вы начнете что-то писать, вы начнете расти. Но, опять же, нужна основа для того, чтобы вы могли это делать. Эту основу мы даем на курсе Android-разработка. Собственно, там основа не только, она сама основа на первом месяце. Но и научитесь вы работать и с сервером, и с базой данных на устройстве. И делать все это в формате MVVM, в архитектурном, по архитектурному паттерну MVVM. И делать это все в параллельных потоках. И сможете реализовывать функционал вот этой миграции самой. Ну да, и максимально я вас учу искусству программировать. Не просто так. Цель курса, чтобы вы после курса смогли сесть и написать в одиночку абсолютно любое мобильное приложение. Если вы хотите стать настоящим Android-разработчиком, а не играться в него, то приходите на курс. Но в целом это все, что я вам хотел сегодня рассказать. Вот такое вот интересное явление это искусство программировать. С вами был проект Mabu. На этом у меня все. Всем пока.